Третий раз Василий Ласточкин ездил с гуманитарным конвоем на Донбасс. Посетили Донецк и Рубежный, где расположен госпиталь, отвезли медикаменты. Продукты и лекарства закупили на средства, собранные депутатами и советом ветеранов микрорайона номер 8. Не только вещи, но и слова поддержки ценятся на фронте. По словам Василия Ласточкина, бойцы бережно хранят все детские письма и рисунки, которые им привозят. Работами детей украшены стены госпиталей. Когда это был мой второй конвой, в ящике с продуктами питания были положены письма, письма школьников, письма из детских садов. Мы им там отвезли с этим продуктом, но ящики не вскрывали. Я не знал судьбу этих писем, как это все будет. Но в крайний конвой, когда мы прибыли в подразделение, в госпиталь, нам провели экскурсию. И я увидел эти рисунки, которые расклеены по всем стенам, чтобы солдаты видели, как бы шли на поправку, радовались, что их страна с ними. И их не забыли, что они их всегда поддержат и добрым словом, и письмом. К гуманитарным конвоям Дома Сарова присоединилась несколько месяцев назад, когда депутаты узнали о проекте «Нижегородское ополчение-2022». Авторы проекта регулярно ездят на Донбасс, встречаются с земляками, получают от них конкретные запросы, по которым и формируют гуманитарные грузы. Долго искали способ помогать бойцам адресно, именно нашим нижегородцам, саровчанам, помогать в том, в чем они действительно нуждаются, и без каких бы то ни было посредников отдавать бойцам напрямую в руки те грузы, которые им нужны. Будь то стройматериалы, медикаменты, продукты питания или часть формы, амуниции. Сначала депутаты собирали средства самостоятельно, сейчас подключили фонд социального развития и призывают горожан присоединиться к помощи СВО. Формируется очередной гуманитарный груз. На фронте всегда нужны медикаменты, техника и стройматериалы. На мой взгляд, наиболее важно – это моральная поддержка, это гуманитарные конвои, дающие чувство локтя нашим бойцам, чувство надежного тыла, чувство того, что с ними вместе вся большая, огромная страна, что мы о них не забываем, помним и тоже стараемся делать, если не все, то многое для общей победы. Присоединиться к сбору средств просто. Можно перечислить любую посильную сумму в фонд социального развития. Реквизиты можно найти на сайте Думы. Также можно сделать перевод через систему быстрых платежей, отсканировав QR-код на экране.